Натуральные новости начинают мини-сериал о биоиндикации. И с нами специалист в области лихенной индикации. Это декан биологического факультета. А натуральные новости все с биологического факультета. Доктор биологических наук Александра Федоровна Миссурова. Здравствуйте, Александра Федоровна. Здравствуйте. Что нам показывает лихенная индикация? Это такое направление, которое позволяет нам оценить состояние воздушной среды по лишайникам. Они накапливают различные полютанты, вредные газы, ну и, конечно же, тяжелый металл. Веточку нашли. Лишайники же еще наверху на веточках. Какая она вся в лишайниках. Мы сейчас проводим большую научную работу, связанную с накоплением лишайниками именно металлов, в том числе тяжелых. Первомайская роща, Бабачевская роща, Комсомольская роща. Памятники природы. Здесь красиво и должен быть чистый воздух. Но с воздухом небольшая проблема. Мы взяли эти лишайники и провели атомно-эмиссионный спектральный анализ. Мы обнаружили по 17-18 тяжелых металлов. Есть карта. Что мы видим? Вот четыре рощи. Мы находимся в Первомайской роще. Брали лишайники из разных мест. Видите, красные квадратики указывают места сбора. Чем темнее цвет, тем больше содержание цинка было в лишайниковых пробах. Чем светлее краска, тем было ниже содержание. Но вы видите, в целом содержание цинка в лишайниковых пробах выше фоновых значений. Ну вот мы их не видим в воздухе, это тяжелые металлы. Они оседают и накапливаются. Вот здесь, да? А где они накапливаются именно? В теле лишайника? Они накапливаются, конечно, внутри. Но обычно в литературе пишут, что лишайник – это симбиоз грибы и водоросли. Это такое расхожее мнение, но на самом деле оно подвергается сомнению. Ну, в данном случае гипогемнифизодис, она состоит из двух компонентов. Это гриба и зеленые водоросли. Все-таки эти взаимоотношения далеко не симбиотические, а все-таки паразитические. А где гриб или водоросль накапливает тяжелый металл? Гриб. Гриб, да? Водоросль страдает. Гриб – это паразит. Именно он агрессивно ведет себя по отношению к водоросли. Александр Иванович, это уже чистая наука, но людям нужна практика. Итак, мы посмотрели, что в Первомайке. Переходим дальше. Ну, вы видите, здесь карту мы продолжаем с загрязнением цинка. И вот вы здесь видите, что в Комсомольской роще уровень загрязнения цинком в лишайниках намного ниже, чем в других особо охраняемых природных территориях. Но если говорить про все охраняемые территории города, Комсомольская, Первомайская, Березовая, Бабачевская, то, наверное, наибольшее, скажем так, антропогенное влияние и страдает все-таки Бабачевская роща. В принципе, металлы, они обнаружены в лишайниках пробок во всех особо охраняемых природных территориях. Это и молебден, и хром, и медь, и алюминий, и железо. Вот вы можете видеть на карте, да, достаточно высокое содержание. Я понимаю, что это не входило в ваши научные задачи, и все-таки откуда в воздухе у нас, да еще в замечательных рощах тяжелые металлы? Ну, не будем забывать, что все наши рощи находятся в центре города, да, и они окружены жилыми массивами, а также окружены промышленными предприятиями. В городе много промышленных предприятий, энергетические, химические, машиностроительные, и нам крайне сложно определить по лишайникам, какое же именно предприятие оказало такое серьезное воздействие. И автотранспорт в том числе, роща окружена магистралями. Нам очень сложно определить, кто из них, потому что лишайники, они же реагируют по самогутному воздействию. Ну вот тяжелые металлы подержались в воздухе, подержались, опустились и ушли в почву. В следующий раз о тяжелых металлах в почвах Твери. Спасибо.